В эфире телеканал «Округ новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Александр Катунцев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Михаил Саакашвили обратился к одесским общественникам с предложением объединить усилия в деле защиты памятников истории и архитектуры. Сохранением исторического облика центра Одессы неожиданно озаботилась городская власть. В мэрии состоялось заседание новоиспеченной комиссии по спасению аутентичности Одессы. В третий месяц длится судебное противостояние общественника Евгения Рогова и городских социальных служб. На историческом факультете Одесского национального университета прошла встреча студентов с ветеранами АТО. Пока Кабинет министров Украины раздумывает над тем, поднимать ли минимальную заработную плату, народные депутаты уже позаботились о себе, решив поднять собственные заработные платы. Однако, если исходить из поданных накануне налоговых деклараций, в которых указаны шести- и семизначные суммы, народные избранники явно не бедствуют. Впрочем, нашлись и те, кто выступил с резкой критикой этого решения. Народный депутат Украины Сергей Каплин назвал все происходящее социальным геноцидом против украинского народа. Народный депутат Сергей Каплин выступил с резким осуждением решения народных депутатов поднять собственные зарплаты, тогда как простые украинцы находятся на грани выживания. Социал-демократичная партия и Федерація профспілок Украины через годину после этого ганебного решения, спробую поднять себе зарплату несколько разов, выступила с резкой заявкой, попередивши владу, что в разе не отмечения такого решения мы выйдем на массовые акции протеста, разобьем наметы біля всех адміністративных спорудов цієї державы, біля Верховной Ради, біля Кабинета Министров Украины и будем безстроково категорично вимагать перезавантаження влади. Мы не могли голосовать за подняття зарплаты и фактично чергового этапа социального геноциду, когда десятки народных депутатов Украины, так и десятки, сотни, декларировали яхты, декларировали святі мощи, декларировали дорогие иконы, декларировали в конце концов миллиарды, подкреслюю, не десятки миллионов, не миллионы, не сотни, а миллиарды гривень. Мы не могли допустить ни в якому разі, щоб на фоні абсолютно тотального, найглибшого, за всі останні 25, за всі останні 100 років зубожіння громадян, Верховна Рада Україна вдалася до такого безпроцедентного, принизливого для простых пересечних громадян кроку. Кроме того, Сергей Каплин выступил за повышение средней заработной платы в несколько раз и призвал активизировать действия по выведению украинской экономики из тени. 60-70% украинской экономики в тени. Це означає, що наш реальний бюджет не 800-900 мільярдів, а один триллион, 500, 600, 700 мільярдів, видаючи більший. Це означає, що є гроші на нові фабрики, на нові заводи, є гроші дітям війни, є гроші іншим незахищеним верствам населення. Підніміть зарплату і пенсію у 5 разів і збільшіть в 5 разів зусилля у боротьбі проти контрабанди. Не дозволяйте тим, хто сьогодні контролює цілі фракції групи Верховної Раді України заробляти мільярдні статки на контрабанді щороку, перейнявши естафету від інших політичних сил ще за часів Януковича. Підніміть кінців стипендії в 5-10 разів і в 5-10 разів збільшіть зусилля у боротьбі проти української лігархії. Україна не Росія, Україна Швеція, Україна Норвегія, Україна буде Швейцарією, Україна буде Францією, Україна буде кращою, ніж ще країни, про які я вам говорив. У нас для цього є своя нафта і газ, у нас для цього є своя земля, у нас працьовитий народ, країна готова воювати за свій завтрашній день. І ця війна почнеться проти внутрішнього ворога, проти окупантів-олігархів, проти депутатів-мільярдерів, проти депутатів, які спекулюють українським народом, його потребами, його бідами. Я запрошую вас до цієї боротьби і переконний, ми разом з вами обов'язково переможемо. За речення місяця має бути призначені позачергові вибори. За речення місяця Україна має отримати новий шанс. Український народ – останній шанс на відродження. Одесіта і обласна власть должны об'єдениться для защити культурного наследія, пам'ятників історії і архітектурі. С таким предложенням выступив председатель Одескої обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвили. Губернатор провел рабочую встречу с общественниками і работниками учреждений культуры. Непосредственним поводом для встречи стало уничтоження строительной фірми «Гефест» дачі Анатолія Докса на території бывшого санаторія «Дружба». Накануне глава области пытался підотвратити разрушення здання, которое или по халатности, или по злому умыслу чиновників потеряло статус пам'ятника архітектуры. Городська власть могла бы вмешатися, але не сделала этого. У меня в подгороде Одесы практически нет полномочий, но есть такое маленькое полномочие, что можно подписывать направление в историческую культурную спадщину. И до этого приостановить какие-то работы там. Ну я это подписал, я очень обрадовался, что там у меня есть. В 6 утра пришли или в 7, когда это было, в субботу, и все снесли. И то есть я недооценил склад ума этих беспредельщиков и бандитов, которые этим орудуют. Даже если виновные понесут наказание, разрушенного не вернуть. Чтобы сохранить оставшиеся памятники, одесские общественники считают необходимым пересмотреть генеральный план или хотя бы скандальный зонинг – план зонирования территорий. Недавно принятый горсоветом, он противоречит генплану и приведет к дальнейшему уничтожению исторической застройки. В 2008 году Министерство культуры утвердило историко-архитектурный опорный план, где обозначило объекты культурного наследия и установило режимы использования территории и охранной зоны. Так вот, материалы генплана прямо противоречат установленным охранным зонам. Это первое. Зонинг, который сейчас был принят, он еще хуже генплана. Многие здания в Одессе и области утрачены по вине безграмотных и продажных чиновников. Из последних потерь так называемый масонский дом, рухнувший минувшим летом. Предупреждения общественников и специалистов не помогли. На грани разрушения знаменитый дом Русова на Соборной площади. Его падение выгодно собственнику. Уже несколько раз он таинственно горел. И соседний с ним дом Либмана, территория которого тоже нужна застройщику. Дом, где жил Николай Васильевич Гоголь, почти в таком же состоянии. Мемориальная доска, посвященная бессмертному классику, и статус памятник архитектуры не спасают от разрушения. Под видом благоустройства городская власть покусилась на Парк Победы. Втихаря идет смена предназначения одного из четырех парков города. Дендровый парк, не просто парк, а дендровый. Который Труханов превращает в зарядный парк, который там уже нет где-то... Есть разные функции дендрового парка, есть парк. И он все время пытается в какой-то парк развлечения. То он же лошадей туда, свиней хочет туда заселить. Там куча аттракционов. Это не для того этот парк. Давайте соблюдать на минимальном каком-то уровне законодательства. Общественники предложили губернатору образовать совместную рабочую группу по охране памятников, а также инициировать ряд изменений в законодательство, расширяющих полномочия областной власти в этой сфере. Составлен список объектов, нуждающихся в первоочередной защите. Я совершенно согласен с господином Мельником, что можно создавать, то есть надо мониторингом создавать группу. Но перед тем, как мы создадим группу по мониторингу, они могут разрушить еще 10 датчиков. Чтобы этого не было, давайте нам вне список, что надо быстро носить подчину. Надо полагать начинание общественных активистов и губернатора встретить активное противодействие чиновников горсовета и строительных фирм. Они будут всеми способами бороться за свои деньги. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания КРУ. В свете последних событий, тема сохранения исторического облика центра Одессы неожиданно заинтересовала городскую власть. Так, накануне Геннадием Трухановым было подписано распоряжение о создании рабочей группы, состоящей из чиновников, депутатов и ряда общественников, которая бы подготовила свои предложения по этому поводу. 2 ноября состоялось первое заседание новообразованной комиссии. Наша песня хороша, начиная с начала. Было невиданное дело, наша городская власть совершенно неожиданно озаботилась сохранением исторического центра Одессы. Ну, как неожиданно. В принципе, нечто такого следовало ожидать в сети последних событий. Сноса особняка Докса и последовавшие затем словесные дуэли, плавно переходящие к оскорблениям в адрес губернатора. К тому же странным образом, круглый стол в областной администрации на тему исторического ареала совпал с не менее круглым столом в мэрии, назначенным срочным образом на то же время. Инициатором создания рабочей группы из представителей чиновников, профильных ведомств, депутатов горсовета и представителей общественности, умеющих договориться с нынешней властью, стал депутат Эдуард Стась, который на одну из сессий потребовал от мэра срочно заняться спасением архитектурной Одессы. С тем, чтобы мы привели к первоначальному архитектурному облику центр Одессы, придя к аутентичному виду, решили вопрос с эклитичностью тех нагромождений, которые мы сегодня часто наблюдаем. Это балконы, например, которые абсолютно не вписываются в архитектурный ландшафт. Это различные параболические антенны, кондиционеры, которые украшают фасады памятников истории и архитектуры. Поэтому задачами рабочей группы как раз будет являться решение всех этих проблем. Мы часто становимся свидетелями того, как падают балконы в результате тех стихийных бедствий, которые достаточно часто стали обрушаться на наш город. Особенно трогательно прозвучали слова о падающих от стихии балконах и о том, что фасады старинных зданий надо срочно спасать от кондиционеров. Спору нет. Надо, конечно. Но если срочнейшим образом не начать ремонт этих самых фасадов, то, собственно, и спасать будет нечего. Кстати, само спасение, уничтоженное уже практически Одесса руками новоявленных спасителей, тоже выглядит несколько странно. Мы на протяжении уже двух лет ведем активную работу по сохранению исторического наследия. И за это время сделано немало. Но этого всего, как нам представляется, наверное, недостаточно. А теперь представьте, сейчас комиссия начнет свою работу. Ну, допустим, действительно начнет и действительно работу. Пока она внесет, рассмотрит и обсудит предложения, на данный момент их уже 80, пока все объединит в единую программу, пока эти общие предложения будут вынесены на сессию и проголосованы, собственно, спасать уже будет нечего. Ибо благодаря мудрой политике нашего городского руководителя мы давно потеряли счет архитектурно-историческим потерям. И еще, если так хотелось что-нибудь историческое спасти нашим господам из мэрии, почему это не было сделано тогда, когда можно было спасти еще все то, что мы безвозвратно потеряли? Одесса – это улыбка Бога. Я написала, что это уже скорее не улыбка, а скал с выбитыми, ранее роскошными зубами. И уже потеряно очень много. Потеряна Аркадия, потеряна недавно известная ситуация с дачей Докса. Если посмотреть на дом Русова, который находится в сердце города, рядом с Дерибасовской, то есть, я не знаю, ну, мне кажется, ни одной улицы аутентичной уже не осталось. Ну, разве что, может быть, часть Приморского бульвара. И то в связи с постройками турецкого парка, греческого парка, я думаю, обвалится скоро и он. Ну, а пока одесситам, видимо, придется довольствоваться комиссионными заседаниями. Говорильней, переливанием из пустого в порожнее и так далее и тому подобное. Как уже было на заседании комиссии по зонингу. К слову, и ту комиссию этого возглавляет один и тот же человек – вице-мэр Шандри. Тогда мнение общественников не было учтено абсолютно. И, к слову, благодаря принятому зонингу сохранить и без того утраченную аутентичность, к сожалению, возможно, в принципе. А значит, все эти собрания – обман или самообман, что, впрочем, никакого результата от заседаний не предполагает. Потому как, насколько на самом деле и городской голова, и его многочисленная чиновная армия заботятся об архитектурных памятниках, одесситы поняли уже давно. Жители удельного переулка, расположенного на французском бульваре, по-своему решили бороться против предполагаемой застройки зеленой зоны. Ведь, согласно ДПТ, здесь может появиться очередная высотка. Чтобы этого не допустить, одесситы засадили территорию саженцами. Жители домов, расположенных в удельном переулке на французском бульваре, решили защитить территорию от возможной застройки. Дело в том, что, согласно ДПТ, предполагается, что зеленая зона перестанет таковой быть, а станет зоной многоэтажной застройки. Чтобы этого не произошло, местные жители, вместе с прихожанами, расположенные здесь же, в переулке церкви, высадили саженцы. Теперь вот это вот один из способов для того, чтобы защитить свои территории, свои придомовые территории, свои скверы. То есть мы в начале таких вот и мирных, и, наверное, не очень мирных протестов против активной застройки. К сожалению, высадка деревьев – единственный пока способ уберечь в том числе и французский бульвар от тотальной застройки. Ведь, несмотря на все протесты и требования активистов, преступный зонинг все-таки был принят на внеочередной сессии. Впрочем, как показывает практика, если мэрия и лоббируемые руководством города застройщики очень сильно желают что-нибудь застроить, то здесь не помогут ни саженцы, ни гордое звание памятника архитектуры, ни историческая аутентичность территории. На сравнительно недавно отремонтированном разворотном кольце 18-го трамвая появился лагерь ромов. Соответствующее видео выложил на своей странице в социальных сетях активист Олег Зигангиров. Ромы обосновались, похоже, на долго. Установили палатки и разбили костры, на которых готовят пищу и сушат одежду. Полиция и власти традиционно закрывают глаза на происходящее. Хотя люди неоднократно поднимали вопрос о законности и безопасности нахождения палаточного городка на одной из центральных площадей города. Как сообщают одесситы в комментариях под видео, общаются между собой обитатели палаточного городка, преимущественно на румынском. Более трех месяцев длится противостояние общественника Евгения Рогова с городскими социальными службами Киевского района. Последние забыли о своих должностных обязанностях. Они не предоставляют положенные льготы 91-летней пенсионерке-инвалиду войны. 2 ноября состоялось очередное заседание по этому делу. Общественник рассказывает, женщине по возрасту и по заслугам положены различные дополнительные выплаты. Но до нее они не доходят. Существует пенсионерка только благодаря поддержке неравнодушных одесситов. Я обращался с письменным запросом к китайской Елене Петровне. Ответа не получил. Я обращался к Цверенькову Зинаиду Николаевну, зам мэра города. Ответа не получил. Обращался к губернатору. Ответа не получил. Обращался в нацполицию, потому что там замешан. Нет каких структур я письменного ответа не получил. Я хочу, чтобы люди услышали и увидели, что не нужно бояться этих городских чинуш. Они возомнили себя небожителями. Они не считаются с интересами простых, простых жителей этого города. Ответы от служб не приходят. Чиновники дают отписки. Дескать, мы отвечали, смотрите внимательнее. Однако Евгений Валентинович утверждает, службы, мягко говоря, лукавят. К ответу, помимо руководства профильных служб мэрии, общественник решил привлечь и полицию, и прокуратуру, и областные власти. Были представители и мэрии, и департамента, и еще ряда структур. От администрации, от губернатора были представители. От областной прокуратуры представители. Все говорят, что мы направляли ответ. Направляли ответ. Но я заявляю, опять-таки, мы ответов не получали. И судья сейчас затребовал. Подтвердите то, что вы направляли ответы. У вас журнал регистрации есть. Никто не готов пока что предоставить эти документы. Заседание ничем толком не закончилось. Люди в мантиях потребовали от сотрудников мэрии предоставить письменные копии ответов и Евгению Рогову, и пенсионерке, за которую он вступился. Следующее заседание состоится через две недели, 17 ноября. 72-летняя женщина стала жертвой собственного внука и его приятеля. Лишив пенсионерку жизни, 17-летние злоумышленники подожгли квартиру. Правоохранителям сообщили о произошедшем сотрудники службы спасения. Спасатели сообщили о том, что после тушения пожара в одной из квартир в многоэтажке на проспекте Добровольского было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. В ходе осмотра на теле погибшей 72-летней хозяйки квартиры были обнаружены телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы и колото-резанной раны шеи. В тот же день сотрудники Суворовского отдела полиции установили и задержали подозреваемых. Ими оказался 17-летний внук, погибший и его приятель. Злоумышленники признались в содеянном и рассказали об обстоятельствах происшествия. Причиной убийства послужили сбережения погибшей, которыми с помощью приятеля и хотел завладеть внук. Согласно действующему законодательству, злоумышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений, подозреваемым грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Третий год идет война на востоке Украины. Тысячи мужчин и женщин, вчерашние водители, фермеры, интеллигенты отправились защищать свою страну. Что ими двигало, что они пережили. На встрече студентов исторического факультета Одесского национального университета имени Мечникова и ветеранов АТО последние рассказали об этом сами. Сергей Гуцалюк, многолетний участник патриотических организаций, евромайдановец, бесхитростенно отвечает на вопросы своей мотивации. А по-другому просто не мог. Особенно в виде тех, кто сидит рядом в окопах. Сергей Гуцалюк, многолетний участник патриотических организаций, пришедшие на встречу ветераны, среди которых были добровольцы и мобилизованы, рассказали аудитории о службе в действующей армии, а также непосредственно о своей мотивации, что их заставило идти на фронт и сражаться с оружием в руках против захватчиков. Сергей Гуцалюк, многолетний участник патриотических организаций, как истерики, мы как историки должны понимать, и каждый должен быть на своем месте. Я для себя выбрал шлях война и пошел на войну, саме через страх. Я боялся, что эти люди придут сюда. Тут у меня есть сестра, мать, дружина. Я решил остановить их там, чтобы их не было здесь. Я знаю многих людей, которые оставили очень хорошие посадки, потеряли бизнес, все придали, все поклали на то, чтобы какую-то частку внести, чтобы военные были в бронежилетах и касках. Сегодня уже нет такой проблемы. Но начали уже с того, Лена Анатольевна, студенты, кто тут еще помнит, как мы взбрали деньги, на элементарное облаштование тех наших знакомых, которые там находились. Путинские пропагандисты рассказывают о походе на Киев и Львов за две недели. Сейчас так вопрос не стоит. Но нет-нет, да подтачивает общество червь сомнения. Пора идти на Печерские холмы и менять власть. Солдаты-историки задают вопрос, а готовы ли вы к ответственности? Вы имеете, вот власный, поход на Киев, да? Но для того, чтобы их изменять, нужно было, чтобы на кого менять. Вот власный, я хочу, чтобы поменяли на вас. Для того, чтобы, ну, возможно, не каждый из вас там оберет для себя этот шлях. Но, ну, власне, вы, как студентство, тем больше и историки, маете понимать, что давайте поменять на вас, подготовьтесь. После уменьшения внешней загрозы, тогда мы будем работать с всеми внутренними питаниями. До того, как мы не снимаем внешнюю, все походы на Киев просто не разглядываются. И это позиция переважной большинства знаменитых представителей Броницова Украины. Ветераны надеются, что студенты, обычно движущая сила всех революций, прислушаются к их словам. А потом, уже после ответа агрессору, вместе с ветеранами, студенты же и будут менять Украину в лучшую сторону. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании Круг всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелями резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Всего вам наилучшего и до встречи в эфире. Продолжение следует...